Паракат, стройматериалы, пиломатериалы, отделочные материалы и многое другое. Улица Промышленная, 35-5, напротив ГИБДД. Телефоны 48405-48408. Стройка! Стройте с нами! Снова добрый вечер, уважаемые Димитровградцы. Это программа «Прямой эфир», студия ведущая Наталья Васильева. И сегодня мой собеседник, председатель комитета по ЖККС Василий Викторович Пайметов. Мы продолжаем озвучивать вопросы, которые уже поступили к нам в редакцию. Еще раз вам напоминаю, что они поступают просто в огромном количестве. И повторяющиеся вопросы мы просто обязательно передадим Василию Викторовичу. И указывайте, не забывайте свои координаты, имя, фамилии, отчество. И, возможно, ваши вопросы будут решаться в индивидуальном порядке. Василий Викторович, вот следующий вопрос. Змеевики в ванной, которые уже прослужили, отслужили свой срок, должны менять бесплатно или нет? Квартира приватизирована. Наниматель данной квартиры, если квартира приватизирована, это не капитальный ремонт. В договоре социального найма он должен оплачивать эту замену данного полотенцесушителя сам. Следующий вопрос. Также проспект автостроителей перед домом по автостроителям 23. Тут тротуара нет. Чтобы перейти дорогу, идешь по грязи. Когда будут предприниматься меры? Вообще, то, что касается тротуаров, вообще заложены ли средства? Вот в этом году в рамках ремонта дороги? У нас заложены и тротуары. С учетом того, что доведение у нас в бюджет еще денег и средств до 80 миллионов, соответственно, данные мероприятия будут заложены в рамках программ, которые у нас уже разработаны и есть. Большое количество вопросов у нас, Василий Викторович, касаемо отопительного сезона, который завершился. Кто-то жалуется на то, что в квартирах стало холодно. В общем, если подвести какие-то итоги, то есть как прошел отопительный сезон и вовремя ли отключили отопление? Да, отопительный сезон у нас завершился 28 числа. В рамках тех обязательств, которые у нас были законом обозначены, это в течение 5 суток температура не должна быть ниже 8 градусов. Соответственно, по достижению температуры производится отключение квартирных домов от отопления и остановки теплоисточников, если она не обеспечивает непосредственно ГВС. В этом году, соответственно, в рамках все это было выполнено. Остановлено было 28 числа. Отопительный период прошли мы, можно сказать, удовлетворительно. Были незначительные сбои. Даже с учетом того, если у нас в декабре месяце, в ледовый период, мы не остановили ни один теплоисточник. Обеспечены были, при остановке водозабора обеспечивались подвозом воды, маленькие котельные. В случае обрыва линии электропередачи на данный теплоисточник, соответственно, тоже в оперативном порядке установлялись. Были перерывы, но незначительные, на час-два потом эти котельные, соответственно, узнавали свою работу и нарушений в этом случае никаких не было. Что касается подготовки уже к топительному сезону 2011-2012 года, сейчас управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, я не буду перечислять, но это очень много документов. Данные документы будут рассмотрены, согласованы с администрацией, с Министерством энергетики и жилищной инспекцией. На основании этих данных будет сформирован сводный план и, соответственно, будет производиться контроль. Также просьба собственникам помещений особое внимание уделить промывке системы отопления ваших квартирных домов. Это очень сильно влияет на отопление в вашем доме в зимний период. То, что касается подготовки к топительному сезону, есть у нас вопрос. Значит, Куйбышева 42 задает вопрос. Почему профилактика в котельной проходит в августе месяце, когда идет заготовка? Я так понимаю, что с садово-огородных участков идут заготовки, то есть люди закручивают, консервируют овощи и фрукты. Хотелось бы в июне, можно ли сделать так? Давайте так. Если рассмотреть вопрос, когда желательно собственникам, на всех не угодишь. Есть теплоисточники, у нас их не один и не два. Их более 24 теплоисточников. И, соответственно, все они идут по графику. График этот будет размещен по промывке, опрессовке и приостановке данного теплоисточника в СМИ. То есть каждый собственник, каждый житель нашего города будет знать, когда будет производиться ремонт данной котельной, когда, соответственно, не будет предоставляться услуга в виде горячего водоснабжения. Данное горячего водоснабжения населения, если бы нам не предоставляли данную услугу, мы оплачивать не будем. Население должно ее оплачивать, потому что эти количество дней, то есть 15, они заложены уже в нормативе. Если усиление установлено прибор учета, соответственно, платят по факту потребления, за это не платить не будут. Василий Викторович, большое количество, я бы даже сказала, огромное количество вопросов у нас. Уважаемые телезрители, просто не буду каждый адрес называть по отдельности. По доначислениям, так называемым, перерасчетам, вообще жители жалуются на то, что перерасчеты приходят и по 3, и по 4, и некоторых по 7 тысяч рублей. То есть у людей таких денег нет, и вообще у людей один и тот же вопрос, законно ли это, и на каком основании проводится перерасчет. Либо есть вопросы, где у жителей, как им объясняют, у представителей управляющей компании установлен общий домовой прибор учета, вместе с тем он установлен без ведома, без согласия собственников. То есть большое количество вопросов. Начну со второго. В рамках 261-го федерального закона нас обязывает управляющая компания, собственные помещения обязаны установить, оснастить свои квартирные дома приборами учета. Соответственно, установить индивидуальные приборы учета. И то, что сейчас установили приборы учета за счет муниципалитета, это один из реальных вариантов, которые на сегодняшний момент рассматриваются. Сейчас таких денежных средств в бюджете не предусмотрено, чтобы оснастить все приборы учета, все дома, квартирные в городе Денинграде. Это в пределах 524 домов. Соответственно, собственники помещений в рамках тех договорных отношений, которые они будут выстраиваться с управляющими компанией и сушно-набжающими организациями, либо по кредитной линии, либо по каким-то другим вариантам. Но они должны эту работу производить. И это обязывает 261-й федеральный закон. Что касается корректировок, недоначисления, корректировка. Корректировка собой предусматривает так и повышение, так и снижение оплаты за услугу. Если на квартирном доме оснащен прибором учета, либо оснащен индивидуально, либо частично, либо полностью, в этом случае законные основания имеются. И управляющая компания вправе это делать. Один раз в год корректировка производится по отоплению. И один раз в квартал по горячему и холодному водоснабжению, если иное не предусмотрено гвардными отношениями. Хорошо. Опять-таки, очень много вопросов касаемо благоустройства. Именно благоустройства после произведения ремонтных работ. К примеру, опять-таки, улицы автостроителей. Значит, зимой около дома вырыли яму до сих пор, так и не засыпали. Куда они обращались, бесполезно яму, может, как-нибудь упасть. Я сейчас поясню по этому вопросу. Земляные работы проводятся по согласованию с комитетом ЖКС. Выдаются соответствующие решительные документы. И вставляется договор. После проведения этих аварийно-восстановительных работ, данная организация обязана восстановить асфальтно-бетонное покрытие и провести благоустройство данного участка, где, соответственно, производились работы. План на сегодняшний момент у нас предоставлен всеми организациям, которые проводили у нас в осенний, зимний и весенний период. Соответственно, они будут производиться в рамках того графика, который сейчас у нас имеется. Еще один вопрос. Когда на перекрестке западные автостроители наладят, отремонтируют пешеходный переход? Давайте, я сейчас не готов ответить. Телефончики есть? Далее. Телезрители интересуются, почему, когда заканчивается отопительный сезон, сливается вода? Ведь это портит трубы. Ну, например, в Москве воду с труб не сливают. Технический вопрос. Опорожняться система отопления не должна. Даже после проведения промывки и опрессовки система должна опять заполняться, чтобы исключить коррозию трубожжавения. То есть, в принципе, этого быть не должно? Этого быть не должно. Есть у нас еще один вопрос, касаемый достаточно большой темы, но тем не менее времени у нас достаточно мало. Остается 185-й федеральный закон. Вот, к примеру, задает житель дома номер Славского 16-ца. Вопрос задает. Будет ли дом включен в программу капремонта по 185-му закону? Бедственное положение в подвале. На сегодняшний момент неясна даже позиция, будут ли введены деньги с фонда в регион. И какая сумма придет непосредственно на муниципальное образование города Дентавра. На сегодняшний момент у нас отобраны ряд домов. Подана заявка на 200 миллионов рублей. Но по первоначальному данному, который у нас на сегодняшний момент имеется, в регион, в случае исправления всех тех недостатков, которые были произведены в 2009-2008 году, будут доведены до региона в размерах 160 миллионов рублей, не больше. То есть, ну вот, данный дом, то есть, насколько мне известно, попадают дома определенного возраста, то есть, годы постройки. Да. То есть, данный дом по моменту... Есть определенные критерии, по которым отбираются квартирные дома. Большое спасибо вам за ответы на вопросы мои и на наших телезрителей. Василий Викторович, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я передаю вам огромное количество поступивших вопросов. Там в большинстве своем есть координаты, куда можно перезвонить и уточнить, что же конкретно происходит у жителей. Я перед тем, как попрощаться с Димитром Афграцем, напоминаю, что сегодня в программе «Прямой эфир» участие принял председатель комитета по ЖККС администрации города Василий Пайметов. Спасибо вам за внимание. Всего доброго и будьте здоровы. До свидания.